Боевые действия с обстрелами, но без кровопролития. Магдитогорск принял третий этап Кубка России по спортивному пейнтболу в зоне Урфо. В схватке сошлись команды из Тюмени, Челябинска, Снежинска и хозяева площадки. Побывала на поле боя и наша съемочная группа. Звуки выстрелов на площадке не стихают ни на секунду. Задача команд – выбить всех противников или захватить базу соперника. Тактику боя каждый выбирает свою. Одни делают ставку на скорость, другие выжидают, затаившись в укрытии. Тактика, как правило, идет вначале при разбежке, а дальше уже по ситуации складываться. Ну, все зависит от мастерства, а к этому, соответственно, прикладываем тренировки еженедельные. Все это. Соответственно, опыт приходит. Чем больше выступаем, тем мы получаем больше опыта, и результаты начинают лучше. Важный момент – экипировка спортсменов. В обязательном порядке – маска, защитная куртка и брюки. По желанию – на локотники и на коленники. Однако даже такая амуниция спасает не всегда. Для Магнитогорска это первый опыт проведения состязаний столь высокого уровня. На поле развернулась настоящая война. За первое место боролись девять дружин. Для каждой победы в отборочном этапе – большой шаг на пути к финалу. Кто играет здесь, получают очки и тем самым дают себе возможность пройти на гранд-финал. Победители дивизионов по итогам отборочных этапов, которые проходят по зоне УРФО, пять этапов – Екатеринбург, Челябинск, Магнитогорск, Тюмень и Пытьях – попадают на гранд-финал в Москву. В Магнитогорске прошел третий этап, еще два – впереди. По итогам всех отборов Урал в Москве представит четыре лучших сборных в каждом дивизионе. Команда города Металургов «Магнитная буря» пока находится на третьей строчке. Борьба на домашнем поле далась спортсменам нелегко. Сначала было, мягко говоря, не очень. Не хочу хвалиться, но когда вышел на поле я, мы сразу взяли первый гейм. Второй гейм тоже взяли. Я пострадал довольно жестко, но при этом забрал двух ребят из команды противника, тем самым мы выиграли. Остальные два этапа пройдут в Челябинске и Пытьяхе в ближайшее время. А уже осенью дружины встретятся в гранд-финале. Возможно, и команде города Металургов удастся дойти до Москвы. Анастасия Бандурина, Алексей Витчинкин, информационная служба медиагруппы «Знак».